Я думаю, что вы читали в книге Судей, когда Иисус Навин и его поколение умерли, восстал другой род, который не знал Господа и его дел. Если мы не будем осторожными, то же самое может произойти и с нами. Поэтому нам важно воспитывать своих потомков так, чтобы они знали Господа. Потому что все люди, включая и величайших лидеров, когда-то умрут. Об этом мы читаем в книге Бытия. Мафусал прожил отведенные ему годы и умер. Ноль прожил отведенные ему года и умер. И умер. И умер. Мы все умрем. Поэтому вопрос стоит так. Так, готовим ли мы своих потомков, чтобы в будущем они были людьми Божьими, которые из числа своих потомков также взрастят лидеров? Я думаю, что сейчас мы можем быть свидетелями того, как развивается это движение по подготовке будущего поколения. Многие церкви сегодня направляют внимание на детей. О детях заботятся, их учат и наставляют так, чтобы передать через них христианское наследие следующим поколениям. У меня два сына, Халев и Даниил. И я стараюсь научить их так, чтобы они смогли научить своих детей и внуков. Это моя мечта. А представьте, если то же самое будет происходить не только на Филиппинах, но и в Азии, и в Латинской Америке, и в Африке. Как будет здорово! Субтитры создавал DimaTorzok